МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире КРТВ новости в студии Анастасии Евстафьева. В этом выпуске. Безопасность должна быть видна. Строительные площадки, которые в жилом массиве, у них должны быть прозрачные заборы. Стройки Красногорска проверили Главгостроинадзор и прокуратура. Массовый снос. Каждая ракушка практически занимает собой место. Используется она далеко не по назначению. В Нахабино убрали 800 незаконных гаражей. Парковок с избытком, но... В семье не без урода, прошу прощения, но тем не менее это факт. Ильинская может похвастаться количеством машин и мест. Только этого мало. Плохой ремонт дорог, как возможная причина отставки главы в котельниках, погони за выполнением нормативов и халатность довели до абсурда. Дорожные выбоины восстановились спустя всего месяц после реконструкции полотна. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил выговор главе котельников Алексею Сидзеневскому. Цитата, пусть вообще с работы уходит. То, что он делает, это никуда не годится. Если его что-то не устраивает, то он может написать заявление и быть свободным, сказал губернатор. В аутсайдерах по ямочному ремонту также оказался Звенигород. Там так и не приступили к работе. Число лучших в этой сфере попали Подольск, Королев, Щелковский и Сергиево-Посадские районы. Напомню, в неделю в каждом муниципалитете должны латать по 50 ям на дорогах. Таково поручение губернатора. Согласно отчету, в Красногорском районе с 6 по 12 июня устранено 69 ям. Главгосстроенадзор совместно с прокуратурой начали акцию «Осторожно каникулы». В ходе летних рейдов инспекторы проверяют прежде всего целостность заборов, чтобы в период отдыха прогулка детей не закончилась ЧП на какой-нибудь стройке. В Красногорске в маршрут объезда попали две площадки. На одной из них месяц назад упал кран. В рейд вместе с проверяющими вышла и наша съемочная группа. Первый объект проверки безопасности – почти достроенная 17-этажка на брусках. Чтобы найти нарушения, сотрудникам главгосстроенадзора на эту площадку даже заходить не пришлось. Забор, которым обнесена стройка на улице Народного ополчения, имеет прорехи. Непорядок, говорят инспекторы. В дни каникул к ограждениям особое внимание. Дети в порыве азарства могут пробраться на объект повышенной опасности. Кроме того, сегодня заборы на всех стройках должны быть как минимум светопропускаемыми. Строительные площадки, которые в жилом массиве, у них должны быть прозрачные заборы. И люди должны видеть, что напротив происходит. Для той же техники безопасности. У нас очень много жалоб бывает на строительную площадку. А если жители видят, что на площадке происходит, то и жалоб поменьше. На самой площадке нарушений тоже немало. У дома стоит вода, туалет расположен не по регламенту. Организации движения транспорта отсутствуют. Очередной штраф резюмирует главгосстроенадзоре. Мы уже штрафоводились за содержание строительной площадки по пункту первому статьи 9.4 на 300 тысяч рублей. Ну и систематически, практически еще сегодняшнее наше посещение, это тоже будет наказание. Какое за что? За содержание строительной площадки. Я думаю, что это максимальное будет наказание 300 тысяч. В пример, другая образцово-показательная площадка, расположенная в Губайлово. Здесь также возводится жилая высотка. Строители дома на песочной ведут график безопасности. Каждый день в нем оценивается в процентах. 95,8. И 8. 100% не бывает никогда, это стройплощадка. 100%, да. Мы стараемся... Явление редкое, но 95% большой. Все показатели близки к идеальным. Впрочем, строек без претензий не бывает, говорят главгосстроенадзоре. В мае этого года на этой же площадке опрокинулся автомобильный кран. Стрелка повисла прямо над домами частного сектора. Чудом обошлось без последствий. При демонтаже башенного крана, значит, необходимо используется автомобильный автокран. Значит, и во время производства работ лопнула гидравлика. Произошла техническая поломка, поэтому, к сожалению, прошло опрокидывание башенного крана, но без жертв, без материального ущерба было устроено все. И такое событие на этой площадке было. Но это техническая поломка, сами понимаете. Строители говорят, что гидравлика отказала, потому как китайская техника была, как выяснилось, ненадежная. За стройщику был выписан штраф в 100 тысяч рублей. И это чуть ли не единственное нарушение, которое числится за этими строителями. В остальном, в соблюдении техники безопасности, размещении бытовок без проживания в них рабочих, в чистоте и порядке на этой площадке, все хорошо заключили в главгосстроенадзоре. Даже сроки строительства выдерживаются. Сейчас ведутся работы по устройству навесного вентилируемого фасада. Потом мокрового фасада, так называемого, СФТК. Внутренние инженерные системы жилого дома. Кровельные работы идут к завершению. Внутренние инженерные системы по автостоянке. Начали работать по благоустройству. В принципе, я оцениваю готовность жилого дома. Сроки успеваете, да? Четвертый квартал. Четвертый квартал, я думаю, мы вполне успеваем. Анастасия Евставхева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Храмовый комплекс в Павшинской пойме должны ввести в эксплуатацию во втором квартале следующего года. Об этом сообщил начальник главгосстроенадзора Московской области Руслан Тагиев. Строительство ведется в графике. Таков вывод по результатам инспекции. Ведомстве уточняют, что застройщиком объекта является местная религиозная организация «Православный приход Никольского храма». Площадь объекта составляет больше 4,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено строительство нижнего храма, где планируется разместить крестильную, воскресную школу для внеклассной работы с детьми, трапезную и актовый зал. В верхнем храме будет расположен молельный зал, открытый антресоль для размещения певчих, а также служебные помещения для звонаря с выходом на колокольню. Церковь строится с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифты и подъемники. О кино под боком и удивительных фонтанах расскажем в обзоре красногорской благосферы. Настоящий гейзер, бьющий из-под земли. Такое явление в городских джунглях накануне поздно вечером наблюдали жители Нахабина. В соцсетях выложили снимки всего столь необычного события. Вероятно, одну из труп водостока в районе улицы Панфилова пробило, уточняют пользователи. Дождались отключенной воды, шутят нахабинцы. Год кино в Красногорске в буквальном смысле. Телефильм снимали в городском парке. Как пишет в своем Facebook помощник главы администрации района, свои творческие планы в неофициальной столице реализовывал Первый канал. На пруду была развернута целая съемочная площадка с софитами и другой спецтехникой. Как пишет автор снимков, Красногорск стал живыми декорациями для нескольких сцен фильма «Серебряный бор» с Марией Шукшиной. Она также присутствовала на съемках в этот день. В Нахабино было ликвидировано более 800 несанкционированных гаражей ракушек. Массовый снос прошел по всему городскому поселению. Теперь на их месте создают парковочное пространство, которое будет доступно для всех жителей. Работа еще продолжается. Гаражи ракушки, когда-то стоявшие в каждом дворе, не только изрядно портили вид городского поселения, но и не давали привести в порядок территорию, посадить газоны или сделать удобные парковки. Кроме того, были случаи, когда металлические конструкции устанавливались прямо над инженерными коммуникациями. И это существенно осложняло ликвидацию аварий, говорят в Нахабинской администрации. В связи с чем эта работа была несколько лет назад начата, по осносу демонтажу незаконно установленных строений, в связи с чем был принят нормативный акт Совета депутатов Ахабина, который прописывал порядок демонтажа таких строений. То есть владельцы извещались за месяц. Часть гаражей жители убрали сами, понимают. Самовольно установленные они мешают сделать дворовую территорию чистой, удобной и ухоженной. А часть все же пришлось сносить силами подрядной организации, говорят в администрации поселения. В 2014 году было снесено порядка 400 ракушек. В 2015 году чуть более, около 600 ракушек было снесено. Этот год у нас стал рекордным. Мы уже снесли порядка 800 таких незаконных строений. Для чего прежде всего это делается? Каждая ракушка практически занимает под собой место. Используется она далеко не по назначению. Это, как правило, склад для хранения ненужных вещей. Чего только не хранили в таких гаражах. Работникам подрядных организаций пришлось вывозить не только шины и старую мебель, иногда лишь ее отдельные детали, но и бытовые отходы. Для демонтажа пришлось привлекать бюджетные средства. Снос – дело нужное, но затратное. Ведь мало убрать незаконно возведенную конструкцию. Требуются средства на вывоз мусора и хранение имущества, пусть и проштрафившегося автовладельца. Я думаю, что в 2017 году мы окончательно избавимся от ракушек, потому что действительно их осталось уже не так много. По сравнению с тем, что мы проделали за эти три года, их осталось значительно меньше того количества, которое мы уже убрали. Поэтому эта работа, я думаю, в 2017 году будет завершена. Губернаторам области была поставлена задача, как можно скорее ликвидировать дефицит парковочных мест. В Нахабино новые стоянки для машин появятся именно там, где раньше стояли гаражи. В текущем году планируется обустроить 730 парковок. Место под одну из них готовится у дома 63 по улице Красноармейской. Здесь работы закончены совсем недавно по сносу ракушек. Наверное, даже большую часть времени занял вывоз мусора после проведения этих работ. Это произошло буквально, наверное, две недели назад. И до конца июля здесь мы планируем уже обустройство парковки. Она, кстати, будет частью комплексного благоустройства, которое здесь будет проводиться на прилегающей территории к этому дому. И дому 52Б, который находится с противоположной стороны. Упор не просто на строительство парковок, отметили руководители Нахабино, а на создание комплексного благоустройства дворов. Яркий пример законченной работы – территория у дома номер 58 по улице Красноармейской. В прошлом году здесь расчистили место от гаражей ракушек и разместили парковку примерно на 200 машин, которые ведут новые удобные тротуары. Максим Мельников, Валентина Титова, Никита Рочин, Марья Анна Быстрова, КРТВ. Общероссийский народный фронт нашел нарушение при проведении кадастровой оценки промышленных предприятий Московской области. Об этом сообщил заместитель директора Центра мониторинга развития промышленности ОНФ Дмитрий Петрожицкий. И по итогам опросов и обращений промышленных предприятий. В электростале кадастровая стоимость земельного участка оказалась выше рыночной на 70%. Сумма переплаченного земельного налога составляет порядка 14 миллионов рублей в год. В числе переоцененных и земли Красногорска кадастровая стоимость здесь оказалась в 2,5 раза выше рыночной, отметил Петрожицкий. 21 июня из-за установившейся на территории Подмосковья жаркой и сухой погоды в регионе объявили повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Класс увеличили до 3-го, максимальный – 5-й. Из-за повышения уровня пожарной опасности в регионе усилили патрулирование лесов. Всего за появлением возгораний в области следят 94 тысячи человек и 19 тысяч единиц спецтехники. В целом, первые месяцы пожароопасного сезона стартовало на в апреле. В Подмосковье прошли относительно спокойно. Масштабных природных пожаров удалось избежать. Всего с начала пожароопасного периода ликвидировано около 90 локальных возгораний в лесном фонде. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 20 миллионов рублей дополнительно было выделено на благоустройство дворовых территорий, установку новых детских и спортивных площадок в сельском поселении Ильинское. Таким образом, бюджет на эти цели увеличился в два раза. О том, где появятся новые зоны для досуга и отдыха – в следующем сюжете. В распоряжении жителей Ильинского 62 детские и 27 спортивных площадок. Но и этого недостаточно решили в администрации поселения. И в этом году вместо запланированных еще девяти игровых зон решили обустроить 15. Каждая из них будет благоустроена с учетом всех современных норм, отметил глава Ильинского Олег Синицын. Что касается детских площадок, это шесть элементов должно быть. Это, разумеется, малоархитектурные формы, отвечающие всем требованиям безопасности. Это должно быть безопасное покрытие, то есть резиновое покрытие этих детских площадок. Должны быть скамейки, должны быть урны, должно быть освещение. Не ближе 50 метров, от 50 до 100 метров, должна находиться контейнерная площадка для сбора твердобытовых отходов. В селе Дмитровской уже полным ходом идет подготовка к установке новой детской площадки. Территорию уже засыпали гравием. Следующий шаг – укладка покрытия. И можно приступать к монтажу качелей и каруселей. Рядом реконструируют спортивную коробку. Новое покрытие поможет избежать травм спортсменам. Аналогичные работы проведут и в поселке Истра, отмечают в Ильинской администрации. Не останутся без спортивной коробки и детской площадки жители СНТ «Ветеран», что в деревне Глухово. Объекты обновят для комфорта отдыхающих. В поселке Новый также появятся еще две детские площадки. Их поставят взамен тех, что уже пришли в негодность. Норматив, который нам рекомендует сделать Московская область – это 10%. Мы с превышением норматива идем. У нас более 20% мы в этом году сделаем. Осмелюсь утверждать, что нам попроще, чем в других поселениях. Потому что два года назад мы закончили программу комплексного благоустройства территории сельского поселения Ильинска. Где на тот момент 90% всех детских площадок и спортивных площадок и внутриквартальных территорий, включая парковки внутриквартальные, нам удалось сделать. Благодаря этой же программе поселение обеспечено парковочным пространством на 116%. И те, кто все еще ставит свой транспорт, где попало, делают это не из-за нехватки мест для стоянок, уверен глава. Если проект по населенным пунктам, мы обязательно найдем там одну-две машины, особо выдающихся, в кавычках, хозяев, которые ставят между деревьями на газонах. Ну, как говорится, в семье не без урода, прошу прощения. Но, тем не менее, это факт. Всех не заставишь парковать на асфальте. Комфорт и удобство жителей на первом месте, говорят руководители администрации Ильинского. Именно поэтому на благоустройство дворовой территории и установку новых площадок было принято решение увеличить финансирование. Ранее запланированную сумму в 20 миллионов повысит в два раза. Валентина Титова, Татьяна Антышева, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ. Поесть в летнем кафе Подмосковья в среднем стоит 460 рублей. Таков итог мониторинга от Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Как показали результаты исследования, при этом минимальный средний чек в размере 150 рублей на человека дешево, как выяснилось, в Ступинском районе. Самые высокие цены зафиксированы в Истринском районе, где стоимость среднего чека – 2300 рублей. Красногорский район не отличился по максимуму или минимуму. Отмечу, что в этом году в Подмосковье работают более 500 летних кафе, среди которых более 450 точек веранды при стационарных заведениях и более 100 самостоятельных отдельно стоящих сезонных конструкций. Третий раз должен быть счастливым. Фестиваль «Калинафест», который уже дважды был перенесен из-за плохой погоды, запланирован на 26 июня. В это воскресенье в усадьбе Знаменская Губайлова соберутся мастера прикладного народного искусства. В течение всего дня посетителей ждет выставка-ярмарка «Насыщенная концертная программа». Обещано катание на лошадях. Кроме того, каждый сможет попробовать свои силы в различных мастер-классах и конкурсах. Начало «Калинафеста» в 13 часов. Место встречи – арт-бульвар на улице Райцентр, 9. Вход свободный. Небольшое понижение дневных температур прогнозируют синоптики в среду. При этом будет также по летнему тепло. В Красногорском районе 22 июня ожидается плюс 25 градусов. Вечером 15 выше нуля. Осадков завтра быть не должно. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции, по электронной почте. С вами была Анастасия Вставхева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!